вот я разминаюсь я разминаюсь и так как я чувствую себя хорошо отдохнувшим набравшимся энергии я сейчас попробую поднять свой предельный вес я думаю что вы видели ряд атлетов которые размялись более-менее на небольших местах и потом сразу начинают добавлять килограмм там по 20 чтобы подойти к своему пределу это как раз делается для того чтобы чтобы не зарасходовать запас психической энергии на размять ночные веса а сразу выстрелить на предельном весе далее у них вот истощается энергетика и они уже не могут это то есть как правило человек редко там есть такие люди которые предельный вес который там вот не божали там не присели пытаются потрить два или три раза обычно одна попытка она либо положительно и вас рецепт на этом заканчивается вот я уже вес увеличил опять разминочка такая небольшая то есть это еще у нас идет разминочка на разминке важно размять мышцы но не израсходовать запас психической энергии добавим сразу же мы выходим на свои максимальные веса я заметил интересный такой прием а именно вот для того чтобы как некоторые говорят активировать свою нервную мышечную связь то есть человек занимается занимается он уже привык к этим напряжением и как-то всю него в организме все приспособилось не хочет напрягаться сверх того то есть полноценно работать и когда дается нагрузка обычно ну сразу вернее размялся человек и потом он будет допустим тренироваться на 30 килограммах а вот он 20 килограмм а потом сразу где-то 40 он там ну на несколько раз как бы это встряхивает организм и дальше он уже на 30 килограммах добавляет вес тренируется очень и очень продуктивно хорошо прет а так вот такое впечатление как вроде организм заснул и не хочет ничего делать некоторые кричат взбаливая себя кричат настраивают чтоб их похлопали по спине сделали нечто такое больное что активирует их так ну этот височек на три раза надо поднять подняли подготовил связки мышцы и и иду на свой максимум здесь у меня уже 40 примерно 7 килограмм 47 килограмм и вот в ощущение того что вы отдохнули должна появиться такая свежесть и желание тягать вес вот желание вам хочется его поднять чтобы чтобы быть в своей тарелке вот это как раз тот критерий который говорит о том чтобы полностью восстановились и готовы даже поднять свои пределы значит здесь на один раз оселил на один раз сразу я добавляю 5 килограмм 5 килограмм это уже у меня будет 47,5-52 килограмма то есть сейчас если я это подниму это будет мой рекорд вот на такой же вес необходимо необходимо настроиться изнутри себя мобилизовать чтобы показать хороший результат славы надо мобилизовать себя взвинтить добавок взвинтить понимаете вогнать себя в такое какое то более можно сказать адреналиновое состояние вот как бы изнутри закипеть видите как у меня все стало тогда можно что-то сделать поднять в противном случае ничего не будет кстати об этом и известный атлет силового экстрима халаджи говорит надо ввести себя в некое такое состояние ну вот я пробую себя ввести в такое состояние и сцепиться с этим весом ну вперед будь смелей о кроват как правило появляется вот такой вот крик дикий и вес 62 килограмма как вы видели вес за малым чуть меня не утянул так как он меня подтянул к себе вес из этих из этих углов стало поднимать более неудобно нежели бы я сразу поднимал и закончим двумя подходами по 5 раз вот с этим весом сбросим нагрузочку сразу же прочувствовались суставы особенно локтевые поэтому такие проходки их называют проходки на максимальное веса ну делать по-хорошему желательно раз в два месяца раз в три месяца чтобы был какой-то результат положительный если чаще просто-напросто истощитесь и перетенируйтесь после этих весов после этих весов этот вес показался мне перышком вот что значит произошло восстановление или лучше сказать налаживание нервомышечной связи то есть организм уже подготовился на гораздо больше веса поднимать он уже настроился а вы даете ему обычный тренировочный вес как ни в чем не бывало то есть это уже секреты тренировки секреты мастерства как как вырабатывать силу как ее наращивать как ее удерживать вот сейчас я на 12 раз сделаю и хорош все отлично тренировка бивнерезов далее идет обычная тренировка и такие вот проходки так называемые проходки делаются обычно в одном упражнении потом допустим если вы хотите что-то в другом упражнении вот я сейчас подъем на 10 сделал значит у меня где-то 52 вес рекорд я поднял больше на 2 килограмма нежели до этого делаются уже отдельно допустим в гантелях сидя вы хотите сделать это уже там сделайте через недельку то есть нагружаться надо умело не спеша постепенно иначе можно сломаться перетренироваться именно выхлестать из себя вот эту психическую энергию и не понимать как ее восстанавливать и в итоге у вас пропадает желание заниматься а если так потягали слишком хорошо то вообще упадок сил отсутствие аппетита апатия неинтерес жизни на гантелях 20 кг сейчас посмотрим как 20 кг один подход я после того как съездил в Москву там побыл перед Москвой отдал хорошую тренировочку чтобы она так сказать я уже вроде как и не занимаюсь в Москве я отдыхаю накапливаю психическую энергию а процессы силы у меня знаете как по накатанным вот такой огромный шар вы знаете толкнули и он дальше по инерции начинает идти так вот я нечто такое сделал и сейчас я начинаю опять входить в ритм ну вот показал подъемы на бицепс что прогресс есть с большим весом я не буду 20 кг это такой обычный так сказать для меня височек я просто сейчас подходик сделаю чтобы плечи начали входить в рабочий режим все надо делать постепенно а потом уже через недельку я уже попробую какой-нибудь максимальный вес ну поехали и хватит главное что я почувствовал плечи работают без болей то есть нету никаких там глубинных знаете так болевых ощущений и это меня радует что плечи начали восстанавливаться дальше я буду применять все большую большую нагрузку теперь отжимания до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Задача постепенно втянуться в жим, лежа Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Поговорим еще об одной важной особенности силовых тренировок Вы тренируетесь на результат, на развитие силы Вот какой-то вес, вы его хотите покорить Ну, до него еще где-то килограмм 5-10 у вас остается И вот в начале, во время тренировок Это происходит покорение веса умственно Вы мысленно его выжимаете, вы мысленно его осваиваете Вы мысленно его делаете своим, ручным, приручаете постепенно И потом только раз, и выжали, или подняли Вот это тоже интересная вещь Умственное овладевание весами Умственное в начале Умственное овладевание весам очень хорошо вот я подготовился на следующем занятии начну уже рабочий вес у меня будет 80 килограмм а потом еще больше у меня будет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова